Специальная военная операция уже давно оказала очень позитивное воздействие на нашу внутреннюю жизнь. Специальная военная операция не бывало сплотила наше общество и способствовала его очищению от людей, которые, в общем-то, не ощущали свою причастность к русской, российской истории и к русской культуре. Подавляющая часть общества сплотилась не бывало. Великий сатирик Михаил Жванецкий, у него среди прочих гениальных зарисовок была такая. Нашим людям, чтобы по-настоящему сплотиться, большая война нужна. Я уж извиняюсь, что заставляю вас комментировать заявления такого уровня, потому что всё, что я прочитал и попытался, знаете, для нашего разговора, ну, найти хотя бы что-то вразумительное, чтобы это можно было обсудить, это на самом деле очень сложно. Вот те заявления, которые он сказал, потом он сказал, что Путин вообще никогда никому не угрожал ядерной бомбой. Ну, в общем, когда мы с вами говорили, что вот эта вот фраза вы сказали, если у Путина двигаются губы, значит, он врёт, то, мне кажется, Лавров в этом отношении себя просто превосходит каждый раз, когда мы слышим вот эти вот заявления. Вы знаете, действительно, здесь есть что комментировать, потому что Россия в результате вот этой войны, она действительно очистилась, тут не поспоришь с Лавровым. Вопрос от кого? Вот с начала войны, просто есть исследования, причём они достаточно точные, с начала войны Россию покинуло более двух с половиной тысяч ведущих учёных. Учёных, причём в основном из главных научных вузов, из академических институтов. Эта потеря, понимаете, ну вот когда-то было сказано одним учнёмным человеком, что если, значит, из Франции, Францию покинут определённые 100 человек, то Франция превратится в страну и... Так вот, на самом деле, вот Россия покинула две с половиной тысячи ведущих учёных из ведущих вузов страны, московские вузы, санкт-петербургские вузы, новосибирские, новосибирский академгородок. Россия действительно очистилась, она очистилась в значительной степени от ума, от знаний и от совести. Вот такое вот очищение произошло, так что здесь Лавров с ним может согласиться. Да, как всегда, если будем обсуждать перспективы такого очищения, то, наверное, времени нам точно не хватит, хотя, в принципе, по большей степени и так всё понятно, что хоть надежды на то, что этот режим рухнет, они есть, но всё-таки нет, наверное, каких-то ресурсов, даже вот какие-то попытки, там, вот выборы, параллельные выборы и что-либо ещё. Ну, наверное, это какая-то... И вот эта вот Дунцова, это, наверное, игра в очень-очень долгую, так сказать. Ну, прежде всего, если говорить о Дунцовой, то я, естественно, желаю ей сохранить себя, желаю ей остаться на свободе, прежде всего, это задача минимум. Ну, а в целом посмотрим, на самом деле, тут эта игра в долгую, эта игра на будущее, тут трудно сказать, чем закончится для России эта война, потому что понятно, что в конечном итоге рано или поздно Россия здесь потерпит поражение в той или иной форме. И, конечно, всё то, что сейчас есть, это, что называется, игра не просто в долгую, это игра на какое-то очень отдалённое будущее. Вот, поэтому то, что она там создаёт партию, пытается каким-то образом что-то сделать, ну, может быть, это будет востребовано. Вот, вы упомянули, если я правильно вас понял, инициативу Марка Фегина по проведению альтернативных выборов. Ну, здесь у меня отношение к этому очень критическое, скептическое, потому что я не думаю, что вообще надо как-то зеркалить Путина, и вот он проводит своё, так сказать, переназначение себя в качестве диктатора, а мы должны вот как-то зеркалить и выбирать альтернативного президента. Я считаю, что должность президента вообще, в принципе, для России убительна, потому что, вот, исходя из того, как устроено российское общественное сознание, причём вот эта имперскость этого сознания органично, очень органично для российского социума, и любой человек, который, так сказать, называет себя президентом, ну, вернее, кого называют президентом, даже если это замечательный человек, он в любом случае тут же превращается в самодержавного диктатора. Это просто органично для российского общества, иначе не бывает и не было никогда. Вот, поэтому я думаю, что, ну, и кроме всего прочего, вообще вот это вот, так сказать, отзеркаливание Путина, мы должны перехватывать повестку дня, она должна быть другой, не идти в хвост, вслед этой повестке, а перехватывать. И поэтому, ну, и по многим другим причинам, я думаю, что эта идея не самая лучшая, при всем уважении к Марку Фегину. Так что, а если говорить о тех движениях, которые происходят сейчас в России, то я считаю, что вот это восстание, это восстание в небольшом башкирском городе, это проявление такого, это спонтанное проявление национально-освободительного движения, потому что, на самом деле, там вот эти восставшие, это в основном башкиры. Хотя в Пашкортостане башкиров меньшинство, но вот именно они составляют наиболее активную пассионарную часть протеста. И здесь вот то, что произошло, это действительно проявление национально-освободительного движения, которое никуда не делось. Оно в Пашкортостане было всегда, оно просто было, что называется, загнано в подполье. Но вот этот дух свободы и стремление жить отдельно на своей национальной жизни, он в Пашкортостане, в Татарстане, в других национальных республиках, в том числе на Северном Кавказе, он был всегда, он никуда не делся. Также хотел вот затронуть тему переговоров, потому что так или иначе Путин обращается к этому и говорит, что можно как бы и не затягивайте, вот надо сейчас уже, потом будет сложнее. И это на фоне как раз-таки вот этих тоже успехов, которые делаются в сторону Крыма. То есть он как бы понимает, что есть такой риск. Я думаю, не только он один понимает, и Китай тоже понимает, поэтому как бы не признает Крым территорией России. То есть все оставляют этот зазор, что все-таки эта ситуация будет, и как бы потом с этим нужно жить, и мировым лидерам, и так далее. Но вот эти попытки усадить за стол переговоров, тоже вот хотелось бы ваше мнение в контексте этих событий, о которых я выше упомянул. Ну, вы знаете, это вот это маниакальное стремление попытаться Украину сдвинуть вот с этой железобетонной позиции, которая воплотилась в указе президента Зеленского, который исключает всякую возможность переговоров с путинским режимом. Я думаю, что это попытка, ну, все-таки уже все больше и больше людей понимает, что это бесполезно. Это бесполезно ведь по двум причинам. Во-первых, потому что Украина не готова ни к какому абсолютно, так сказать, исходу этой войны, кроме полной, окончательной дооккупации своих земель. И люди, которые предлагают вот такие вот вещи, они просто совсем ничего не понимают в двух очень важных вещах, в двух сторонах вот этой войны. Они ничего не понимают в Украине и ничего не понимают в путинском режиме. И вот я позволю себе вот эти две стороны охарактеризовать, ну, просто объяснить, может быть, нас там как-то донесется наша с вами беседа до тех людей на Западе, которые предлагают вот такие вот странные идеи. Значит, Украина просто она очень сильно изменилась за последнее время, и в ней возникло два совершенно самостоятельных и решающих политических субъекта. Это украинский народ, который... То есть почему, на самом деле, вот позиция Зеленского, она не может быть изменена. Это связано не только с личностными качествами Зеленского, с его там мужеством, с его упрямством, упорством. Не только с этим тоже, но в первую очередь не с этим, а с тем, что главным политическим субъектом в Украине является украинский народ. И украинский народ не видит другого исхода войны, кроме как для оккупации всей территории до 1991 года. Это первое. Второе. Появился за последнее время, вот в ходе этой войны, появился еще один очень своеобразный политический субъект в Украине, с которым никто не может не считаться. Это вооруженные силы. ВСУ. Они стали... Вот, понимаете, да, есть конституция Украины, в соответствии с которой ВСУ, конечно, никакими... Никакими... Никакими политической субъектности не обладают. Но в ходе этой войны они обрели политическую субъектность. И поэтому с армией приходится считаться любому. С украинской армией, с ВСУ. Это очень важно. Так что сдвинуть это можно только изменив что-то в самом украинском обществе. А таких возможностей, таких ресурсов ни у кого на планете Земля нет. Это первое. Но есть и другая сторона. Когда вы хотите усадить за стол переговоров, значит, там, ну, я не знаю, Зеленского и Путина, то надо иметь в виду, а что помимо украинской стороны, есть и вторая сторона, есть Путин с его режимом. И Путин неоднократно говорил о том, что да, он готов к миру, он хочет мира, но этот мир должен быть на каких условиях? На условиях той самой демилитаризации, демилитаризации. То есть это означает, что Путин хочет мира на условиях исчезновения украинского государства, исчезновения украинской армии, отказа от попыток вступить в НАТО, в Европу. То есть на самом деле Путин готов к мирным переговорам в форме полной и окончательной капитуляции Украины, результатом которой будет исчезновение украинского государства и украинского народа. А так Путин, конечно, за мир. Но вот за такой мир, который, так сказать, будет построен на руинах украинской государственности, на руинах украинцев, Украины как самостоятельного народа, который определяет свою суть. Вот почему бессмысленно, совершенно бессмысленно говорить о переговорах. Да, проще говоря, тот русский мир, который они постоянно лицут людям. Продолжая как бы эту тему, вот хотелось бы тоже в контексте этой новости обсудить. Ведь представительница МИД РФ Захарова прокомментировала слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который признался, что хотел ударить главу МИД РФ Сергея Лаврова по лицу. Цитата. Самые тяжелые переговоры, это когда собеседнику хочется встать и заехать по лицу, но ты не можешь себе этого позволить. И таких у меня было два-три раза. Один из них с Лавровым в Анталии весной 22-го года, сказал министр. Ну, там естественным образом прокомментировали это, выкрутили в свою сторону. Но я вот о чем подумал, что такое желание в таких условиях, это, наверное, естественно. А еще оно появляется не только от агрессии, не только от того, как ты видишь, как убивают твоих сограждан, оно еще и появляется, наверное, в ходе какого-то тупика, когда ты понимаешь, что люди абсолютно не договороспособны. И вот эти вот переговоры, о которых говорят, хочется просто перед тем, как всегда отвечать на этот вопрос, прокрутить 10-минутный ролик, где Путин постоянно врет. Нас в Крыму нет, да, это были мы. Мобилизации там не будет, мобилизация, пенсионный возраст, ну, в общем, все эти вещи. Так вот, получается тоже как бы своего рода тупик, и нет другого выхода, как деоккупация, потому что он не оставляет возможности даже для себя самого пойти на переговоры, потому что он вообще не рассматривает это. Вы знаете, вы начали вот свою реплику с упоминания Лаврова, и, собственно говоря, мы и начали наше с вами включение с небольшого фрагмента из выступления Лаврова. И вы начали свою реплику с того, что министр национальных дел Кулеба осознался в своем желании ударить по лицу своего, так сказать, ну, я не буду говорить коллегу, но визави Лаврова. И вы знаете, это, по сути дела, описание уникальной ситуации, в которой ведется эта война. Понимаете, вот эта война все больше и больше по своим масштабам напоминает уже какой-то эпизод Второй мировой войны. То есть в центре Европы, буквально в центре Европы ведется полномасштабная война. Количество жертв увеличивается. Война явно затягивается. Она уже, скоро будет два года этой войны, это уже не какой-то военный эпизод, это большая полноценная война. И вот в условиях этой войны представители воюющих государств встречаются на самых разных площадках. Ну, прежде всего, конечно, в организации объединенных наций, которые ничего не могут сделать для остановки этой войны. И вы знаете, вот эта реплика Кулебы, она свидетельствует о очень простой вещи. О том, что в России нет дипломатии сегодня. Вот Сергей Лавров, которого вы цитировали, которого мы показывали нашим зрителям, это убийца российской дипломатии. Никакой дипломатии в России нет, просто нет. Потому что целью дипломатии является все-таки восстановление каких-то хороших, положительных отношений со своими соседями. Ну и в целом, так сказать, и с ближними и дальними соседями по планете. А результат деятельности Лаврова, он налицо. Он не старается добиться улучшения отношений. Он угрожает, они кривляются. Вот Мария Захарова очень в этом отличается. Нибензия, представитель России в Организации Объединенных Наций. Они, так сказать, не пытаются наладить отношения с ближайшими соседями. Они делают все для того, чтобы их улучшить. И в конечном итоге они своего добились. Посмотрите просто на окружение России. С кем у России какие-то хорошие отношения, отношения сотрудничества, отношения взаимной поддержки. Ну просто посмотрите на карту. И вы поймете, что у России, ну если не брать такого сателлита российского, российского, путинского халуя, как Лукашенко. Все, а в остальном это отношения конфронтационные, отношения, так сказать, ну такой, скажем, холодной войны, которая в любой момент может перерасти в горячую. Вот что такое. И поэтому в известной степени, ну вы знаете, я конечно не хочу там как-то что-то советовать министре иностранных дел Украины Кулеба. И я понимаю, что тут надо, конечно, все-таки как-то смотреть вперед. Но, честно говоря, вот может быть я бы и не сдерживался, не сдерживал естественных порывов, которые овладели министром иностранных дел Украины Кулеба. Даже так? Ну, наверное, наверное, да. Игорь Александрович, спасибо большое. Как всегда было информативно и приятно вас услышать, увидеть и пообщаться тоже. Игорь Владимирович Липсис, доктор экономических науки, профессор Игорь Владимирович. Рады приветствовать у нас. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Никогда не было и снова новой инициативы от российского диктатора. Путин потребовал, чтобы россияне сами копили себе на пенсию сотни миллиардов рублей в год. И дал поручение правительству России добиться того, чтобы граждане вкладывали эти сотни миллиардов рублей в программу долгосрочных сбережений. Это так называется, которая позволит им самостоятельно копить на будущую пенсию. Такое поручение он дал во время инвестиционного форума «Россия зовет». Как оказалось, сегодня об этом сообщила пресс-служба Кремля. Ответственный Мишустин. Что нам надо понимать об этом решении? Накопят? Это довольно давняя история. Она просто развивается. Я за ней этим слежу. Началось это где-то год назад примерно. Минфин заявил, что у нас есть некоторые проблемы с пенсионным обеспечением. Надо, чтобы опять люди начали копить себе на старость сами. Уже, если кто-то помнит, была в России программа дополнительных сбережений, которые потом заморозили. Ну и, значит, решили, что народ все это подзабыл. Опять можно его на те же грабли заставить наступить и теми же вилами, соответственно, граблями по лбу ударить. Значит, соответственно, придумана некая система хитрая, что, значит, будут теперь не государственные пенсионные фонды собирать сбережения населения. Под это дело государство даст некоторые льготы, но там будет большая сумма страхования, значит, можно будет сделать какой-то налоговый вычет. И, значит, давайте, ребята, копите, и доступ к этим деньгам открывается через 15 лет. Через 15 лет, да? Вот. И, значит, соответственно, они хотят эти деньги собрать, чтобы был некий такой режим накопления и резерв для подпенсионного фонда, чтобы в старости можно было пользоваться. Значит, история довольно любопытная. Почему? Потому что вдруг у нас спустя некоторое время, это уже, соответственно, был конец прошлого года, выступил министр финансов и сказал, что вот у нас тут у населения очень много денег, и надо бы к этим деньгам присмотреться. Значит, у нас 30, 40, проще, 40 триллионов рублей на депозитах в банках. Значит, все экономисты ахнули от этой безумной фразы, потому что, значит, 40 триллионов – это же не свободные деньги, которые лежат кучками в сейфах, это деньги, вложенные в экономику, ну да, они принадлежат населению. Но Силуанов, министр финансов, сказал, а вот это хорошие были бы источники средств для инвестирования. Значит, становится, понятно, следующая хитрая конструкция. Они сейчас будут побуждать население забирать деньги с банков, перекладывать в эти пенсионные фонды. Вот, по-моему, получил лицензию первый пенсионный фонд на такие операции, это был пенсионный фонд, как легко догадаться, Сбербанка. Вот, значит, эти деньги будут вкладываться, значит, в облигации государства, потому что пенсионные фонды, они очень так ограничены в правах, что они могут покупать, что они могут покупать. Значит, они будут покупать облигации, и государство получит деньги населения, которые перекачаются с депозитов, соответственно, в резервы и средства, значит, соответственно, Министерства финансов. Причем это будет сделано как бы добровольно, но вот главное, что заставить людей вот эти, соответственно, пенсионные сбережения делать. Пока президент такого поручения не давал, можно было как-то ожидать, что это будет более-менее добровольно. Но вот, видите, появилось это поручение, и дальше мы посмотрим, во что оно превратится. Я так всегда предполагаю, что оно быстро станет добровольно принудительным. И когда тебе скажут, что ты как-то не патриот, раз ты не накапливаешь деньги на старость сам, хочешь быть паразитом на шее государства, давай копи. Ну вот я полагаю, что такая история может возникнуть. Мои коллеги-экономисты говорят, что я пессимист. Но я, в общем, такой достаточно немолодой человек, к сожалению. Я хорошо помню, как заставляли покупать облигации послевоенных займов, практически тоже они вроде были добровольные. Но попробуй не купи, без работы останешься. Так что подогаю, что вот эта система, это как раз некая идея, как заставить население переложить деньги из банков в эти самые негосударственные пенсионные фонды, а оттуда забрать их на пополнение, значит, соответственно, государственного бюджета России. Учитывая, что бюджет Российской Федерации на 2024 год, 30-40%, его приблизительно, идет совсем не на улучшение уровня жизни граждан, а на оборону, как они, конечно, это называются, мы понимаем, на производство чего, 11 триллионов рублей. Почему мне кажется, что и эти деньги пойдут туда, в военную сферу, а аж никак не на улучшение? Возможно, очень даже возможно. И когда придет время искать эти деньги на выплату пенсии, то выяснится, что, ну вот, ну извините, нету. Как в Советском Союзе. Да, ищи, ищи, ищи. Если говорить об этом грандиозном оборонном бюджете, как его называют кремлевские власти, как они его собираются выполнять в этом году, удастся ли им это, и учитывая все-таки и воздействие санкций, и увеличение этих всех расходов на оборону, возможно, все-таки будут залазить еще глубже в карман россиянам и по другим статьям? Если да, то где еще могут сыграть? Ну, пока они начали, что называется, вынимать последние деньги с кубышки. Последняя кубышка российской власти, это, в общем, фонд национального благосостояния, ФНБ, так называемый. Там денег осталось уже не очень много, потому что уже очень много вложено, и там, ну, где-то 4,7 триллиона рублей. Все, что осталось. Год назад было больше 7 триллионов, сейчас осталось 4,7. И оттуда все время тоже деньги забирают, причем не только на нужный бюджет, но еще нужно какие-то дыры латать. Вот они сейчас взяли и вынули оттуда 280 миллиардов рублей на развитие производства самолетов, потому что в России полная катастрофа от гражданской авиации, а без гражданской авиации Россия жить не может, страна-то огромная, и как по ней перемещаться? Никаким образом невозможно. Поэтому, значит, они вот сейчас 280 миллиардов отдали на развитие гражданского авиастроения, но не знаю, что из этого выйдет, сомневаюсь я, что из этого что-то получится. Но вот, кроме того, они сейчас начинают продавать там из этого самого ФНБ валюту на бирже, поэтому немножко курс доллара и евро снизился. То есть, они, что называется, спустились во все тяжкие и тратят последние остатки резервов. Если они будут тратить, как вот они сейчас собираются, примерно по 12 миллиардов рублей в месяц, то через год от ФНБ не останется вообще ничего, просто ноль. Ну, посмотрим, что будет. Значит, второе, что, конечно, они будут делать, они сейчас, видимо, после выборов президента проведут очередную девальвацию рубля, отпустят рубль, и он уйдет все-таки выше 100. Это общая оценка и общее ожидание большинства российских экономистов. Сейчас до выборов будут держать меньше 100, а после выборов, скорее всего, отпустят, и он уйдет за 110-120. Потому что иначе просто бюджет не сведется, денег нету. Ведь еще и цена невысокая нефти стала. И, в общем, похоже, что цена нефти меньше, чем было заложено в бюджет. Уже по декабрю прошлого года не добрали нефтегазовые доходы. И поэтому вместо того, чтобы, значит, соответственно, пополнять ФНБ, его распродают. Ну, потому что, ну, нету доходов экспортных. Они оказались меньше, чем ожидалось, по-моему, что-то почти на 200 миллиардов рублей. Приходится распродавать ФНБ. Значит, поэтому, видимо, будет девальвация. Ну, и, конечно, видимо, будут повышать налоги. На население это тоже будет происходить. Вот картинка такая. Не сильно радостная, конечно же. Тем временем рубль подорожал до максимума следа после рекордных за три года вливаний валюты от Центробанка. Что же делают не так? Нет, его как раз, он подорожал, потому что теперь валюту вливает в Минфин. Он берет юани из ФНБ, продает на бирже. Ну, соответственно, предложение валюты становится больше, курс валюты снижается. Но это такая опасная игра, потому что в экономике же все связано. Когда ты, значит, снижаешь курс рубля, то у тебя падают доходы бюджета. Бюджет же очень много получает как налоги с доходов экспортеров. Если низкий курс доллара и низкий курс евро, то получается очень маленькая рублевая масса, которая превращается в валютные доходы экспортеров. С этой маленькой рублевой массой Минфин берет мало налогов. Поэтому получается, что он, с одной стороны, вроде как бы получает сейчас больше рублей, продавая валюту, но, с другой стороны, теряет рубли, получая меньше доходов от экспортеров. Вот так сейчас устроена российская финансовая система. Одной рукой ты улучшаешь, другой рукой ухудшаешь. Совершенно безумная конструкция, но она именно такова, как вот сейчас я вам рассказываю. А что может повлиять, какие именно факторы, чтобы вновь было больше 100 рублей за доллар, что здесь будет ключевым? Ну, нельзя так быстро тратить ФНБ, потому что Минфин боится. Смотрите, дело ведь все как-то забывают, что ФНБ был придуман не просто для пополнения бюджета. Он еще и был задуман для того, чтобы выполнять пенсионный фонд, чтобы не было срыва в выплате пенсии. И, значит, если растратить ФНБ, то вот под угрозу уже попадает выплата пенсии в России. Это страшноватая история, да? Поэтому, значит, уж совсем тратить ФНБ страшно. Значит, а если не тратить ФНБ, то как можно взять дополнительные доходы? Только девальвируя рубль, и тогда будут больше дохода от экспортеров. Но тогда будет больше инфляция. И тогда придется ФНБ опять повышать ставку. А повышая ставку, ты убиваешь потребительский кредит, которым пользуются люди, и удорожаешь развитие бизнеса. Бизнес перестает расти, потому что кто же может такие дорогие кредиты брать? Ну вот это как российская экономика, она так сейчас устроена. Что там в одном месте ты вроде что-то для себя делаешь, но тут же разрушаешь в другом месте. Вот этот весь коммунальный коллапс, который грядет по 20 плюс регионам, это только то, что мы знаем, что нам известно. Подозреваю, что масштабы могут быть куда крупнее, и зима-то еще не заканчивается. Потому что я тут много слышу, что, мол, у людей короткая память, придет тепло, и все забудется. Но даже люди, которые смотрят и наши программы из Российской Федерации, с отличной от кремлевского режима точкой зрения, пишут, что не забудется, и что еще зима впереди, и что это не первая зима на самом деле. Просто сейчас вот так начали говорить. Как долго действительно это длиться, просто не выходило в столь обширную публичную плоскость. И почему же так происходит? Ну потому что Россия, как я люблю говорить, поношенная страна. Термин такой странный, обычно говорят поношенная про одежду. Но вот Россия страна с поношенным хозяйством, поношенной экономикой, в частности, поношенным ЖКХ. И это известно давно. Я в своих лекциях своим студентам рассказывал об этом лет 15, наверное, назад. Объясняю, что в России нарастает огромная проблема чрезвычайного износа оборудования, причем во многих отраслях. И надо было давно эту проблему решать. Но это так неинтересно, так невыгодно. И все деньги шли совсем в другие стороны. Дворцы строят яхты покупать. Какой там ЖКХ? Значит, вот только что появилась новая цифра, поражающая воображение. Российские ученые посчитали, сколько нужно денег, чтобы привести в норму российское ЖКХ. Цифра поражает воображение, она абсолютно реальная. То, что похожие оценки я уже слышал. Эта цифра составляет 20 триллионов рублей. А так вот, если взять 11 триллионов на ракеты, которые пускают по головам мирных жителей Украины, вот половина суммы есть. Да, но, как вы понимаете, на ракеты деньги будут, а на эти 20 триллионов нет. Я вам скажу, что расходы на российское государство, на как раз ЖКХ, на ремонт, где-то около 333 миллиардов. Значит, если вы делите 20 триллионов на 333, то это 70 лет. Ну, за эти 70 лет разрушится абсолютно все. Поэтому я могу только с огорчением сказать, что это вот не последняя череда катастроф. Она будет теперь повторяться каждую зиму, и дальше начнется еще отключение электроэнергии. Потому что износ активов в электроэнергетике российской тоже очень большой. У нас есть немало плотин, которые уже даже исчерпали свой срок действия. У нас есть много подстанций, которые начинают гореть. Это все очень старое. Это все уже надо срочно ремонтировать, заменять. Но деньги на это не выделяются. Наоборот, в проекте, утвержденном бюджетом на 24, 25, 26, там заложено резкое сокращение расходов на ЖКХ. Не увеличение, а сокращение. Какие там 20 триллионов? Там два раза сокращение за два года расходов на ЖКХ. Поэтому я начал в России говорить, все надо мной смеются, а я серьезно говорю, без всяких шуток, что надо учиться ставить буржуйки в квартиры, запасать дрова, закупать биотуалеты в квартиры и добиваться, чтобы вам во дворе сделали колонку водяную, чтобы можно было набрать ведро и на 26 этаж доставить. Пока лифт работает, с лифтами тоже проблема. У меня сейчас очень забавная история. Мне шлют письма из России люди, чтобы рассказать, что происходит. И мне пишут, что ужасная история с лифтами. Лифтовое хозяйство тоже очень сильно изношено. Много лифтов старых, их нужно чинить. А на это тоже нет ни запчастей, потому что много лифтов иностранных. В общем, катастрофа. Значит, соответственно, придется на 26 этаж нести ведро воды вручную. Я понимаю, что это ужасающая картина. И как старикам жить, я тоже не представляю. Но вот это, к сожалению, не такая вот страшилка, которую я рассказываю. Меня легко проверять, а все, что я рассказываю, можно найти в открытом интернете. Задайте поиск в интернете степень износа основных активов ЖКХ России. Вы увидите картинку 65-70% износа. Так частично даже вот пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, он комментирует еще в первые дни, когда стало публично известно, он же употребил слово «ветхость». Это же тоже не просто так было сказано. Конечно, конечно, конечно. Если посмотреть, в интернете есть фотографии заремонтированных труб в российских домах. Это нечто совершенно ужасающее. Причем мне народ опять же пишет, я же действительно очень люблю читать эти письма, что говорит, вы не думайте, что заменить-то это хорошо. Вот нас присылают новые трубы, мы их ставим, они начинают протекать сразу, как только мы их свариваем. Они сделаны паршивого качества. Они, как это говорят водопроводчики, сифонят. Есть такой термин, сифонят. То есть в швах идет протечка, потому что очень тонкий металл, сэкономили, сваровали, и новые трубы моментально начинают пропускать воду. Ну вот картина такая. Журналисты Астра поехали и общались в Подмосковье с теми жителями, которые живут в холоде, и им говорят, меняйте батареи. Ну как, в ЖЭКе им говорят, у вас тепло есть? Они говорят, нет. Они говорят, ну как, есть, идите, проверьте. 90% отремонтировано. Они говорят, так 90% наоборот, без ремонта и не работает. А вот может 10, да. Ну им говорят, ну вам кажется, на самом деле тепло. А поменять одну батарею 130 тысяч рублей стоит. Сказали им, меняйте сами. Три батареи, если, не батареи, а трубы. Три трубы, если менять, они говорят, ну это почти 500 тысяч будет. А у нас таких денег нет. Вот вешают на, просто таки на плечи самих же жителей. А может ли это привести к каким-то более масштабным протестам? Вы как полагаете, что пишут люди или они просто констатируют сам факт проблемы? Что это будут какие-то протесты, я верю, мало. Россия не умеет протестовать. Они могут писать письма президенту. Вот это они могут и стоять на коленях могут. Это мы тоже уже видели. Эти все съемки, как люди стоят на коленях и просят царя-батюшку помочь каким-то образом. Но это вот, вот это может быть. А что они выйдут на улицу, с кастрюлями стучать будут и кричать, давайте нам почините дома, я очень мало верю. А пока я вижу, что люди начинают собирать деньги на ремонт. А вот мне тут написали недавно, у нас, говорит, полностью вылетела система. Нам почитали, что 200 тысяч рублей, вот мы, значит, всем домам по квартирам расписали, значит, собирали эти 200 тысяч. При том, что, как вы знаете, в России ЖКХ, платежи включена, статья на капитальный ремонт. Но только вот эти фонды капитального ремонта, похоже, тоже шли на оружие, а не на ремонт домов. Очень многие люди в России не страхуют жилье, поэтому у них даже помощи страховой не будет. Поэтому картина страшная, потому что, если вы понимаете, что такое, когда лопнули батареи, то это значит, дальше начинается плесень по стенам. И это жилье становится непригодно для жизни. И правильно ли я понимаю, что вряд ли будут строить новые на месте тех, которые уже после таких последствий будут просто-таки подлегать под снос? Так это же так дорого. Понимаете, вы представьте себе людей, которые живут в коммуналке какой-нибудь, или даже в отдельных квартирах, но в хрущебе, а теперь рядом построят новый дом, а там стоимость будет, знаете, какая, запредельная. Там метр будет стоить, ну, даже в лучшем случае, там 50-70 тысяч, в Москве 140 и больше тысяч. Поэтому, ну, какие люди могут переселиться, а главное, им бесплатно, что никто жилье не даст. Опять же, таких денег у российского бюджета нет, потому что все деньги идут на войну. Поэтому на такие вещи никто денег не даст. Поэтому спасайся кто как может. Поэтому я и говорю, учитесь, как выводить буржуйку через пластиковые окна, как врезать форточку. Появятся мастера, умельцы, которые будут врезать вам в пластиковые окна, которые, так люди гордились, будут врезать специальный, значит, фрагмент, через который будет выводиться труба буржуйки. Люди будут закупать дрова и аккуратно понемножку топить. Ну, что ж, только так можно. Кто поумнее, у кого остались дачные домики, будут жить зимой там, печкой топить. У меня вот в садовом домике была отличная печка. Мы всю зиму там вот, когда отдыхали, топили дровами. Так что я очень большой мастер такого печного топления. Я все это хорошо представляю. Ну, вот вымерзнет городская же квартира. Спасение будет только вот в этих садовых домиках с печками. Спасаться зимой надо будет там. Ну, что я могу сказать? Других вариантов не будет. Спасение замерзающих, дело рук самих замерзающих. Плана Б у властей нет, правильно? И даже не будут его разрабатывать. Ну, потому что на это денег. Услышьте меня. 20 триллионов. У вас бюджет России 36 триллионов. Ну, откуда я возьму 20 триллионов, когда у меня все идет на оружие и на силовые структуры? Это же нереально. Я буду тратить деньги на какие-то строительные работы на новых территориях России, как они говорят. А не на то, чтобы ремонтировать жилье. Мне вот тут из Владивостока написали. Че вода? Че тепло? У нас вот канализацию прорвало. По городу фекалии разлились. Душевная жизнь в городе Владивостоке. Ну, вот такие тоже истории прибывают. А еще все замерзло потом. Так что очень душевно. Ну, что же делать? Страна старая. Надо было страну давно чинить, а вместо этого начали войну. Ну, вот теперь россияне будут за это расплачиваться. Своей жизнью, что я могу сказать. Может, когда замерзает, не так запах идет. Вроде бы нас со всех сторон душат, давят. А мы стали по объему экономики в целом первые в Европе. Мы обогнали ФРГ и заняли пятое место в мире. Китай, США, Индия, Япония, Россия. В Европе номер один. А основываясь на каких тогда подсчетах, факторах и цифрах Путин заявил, что российская экономика первая экономика Европы и всех обогнала? Ой, это очень смешно. Это очень смешно. Сейчас я расскажу, как это было сделано. Дело в том, что есть два способа расчета величины валового продукта. Один по номинальным, то есть, сколько вы реально денег заработали. А второй есть корректировка, так называемый паритет покупательной способности. Ну, то есть, как бы вот не по валютному курсу, а по стоимости корзинки. Но это придумано было, чтобы сравнить благосостояние граждан. А по стране в целом это работает паршиво. Так вот, Путин нашел цифру Мирового банка, по которой, значит, у него получилось, что ВВП России... Но обратите внимание, в 1922 году оказался больше, чем у Германии. Между прочим, мы живем в 1924 году. Это важно, сейчас я к этому приду. Значит, в 1922 году, потому что была высокая цена нефти, Россия получила много денег до декабря, когда ввели санкции. Получилось, что в пересчете по паритету покупательной способности российский ВВП оказался на 10 миллиардов больше, чем в Германии. 10 миллиардов от ВВП России и Германии – это 0,2%. Так вот эту сипусечку ему доложили, и он с этой сипусечкой гордо вышел и сказал, вот мы крупнее Германии. Правда, повторяю, в 1924 год мы живем. А в 1923 году вот этот самый ВВП по паритету упал на 9%. И России по 1923 году куда меньше теперь, чем в Германии. Так что он взял цифру 1922, прокухарекал ее, а про то, что в 1923 году все рухнуло, он, естественно, рассказывать не стал. Ну, а если, так сказать, на человека поделить этот самый ВВП, я уж не буду говорить, что, так сказать, работают нецы часов в неделю меньше, чем в России. Ну, бог всем. Ну, вот и население, как вы понимаете, в Германии меньше. Поэтому на одного немца приходится вот этот самый ВВП душевой 65 тысяч, а в России 36. Так что чего хвастаться, чему гордиться, чему радоваться – очень спорный вопрос. Тем более, что в 1923 году этот самый ВВП упал на 9%. И в 2024 году, я так подозреваю, вряд ли поднимется. Ну, видите, невысокая цена нефти, а без этого ничего нет. Россия как была бензоколонка, так она и есть. Хоть Путин это и опровергает, но вся судьба его страны и бюджета зависит от цены на нефть. Вот она сейчас упала, она сейчас невысокая. Плюс еще Россия вынуждена сокращать физическую добычу, потому как страны ОПЕК очень сильно наехали на Россию. Доругались и сказали, что мы с тобой будем очень плохо обращаться, если ты не будешь соблюдать обязательства по сокращению добычи. И Россия теперь сокращает добычу. Значит, низкая цена плюс добыча меньше, доходы меньше. Ну и, соответственно, картинка будет, соответственно, по ВВП тоже паршивенькая. Ну, это так свойственно для Путина жить в прошлом. Вот так он и считать будет в прошлыми годами. Ну, все народ-то малограмотный, он услышал президента, все мне пишут, а что это вы тут критикуете, а у нас президент, вот великий, он сделал нашу экономику самой большой в Европе. Да, да. И зачем слушать и читать больше, и тратить на это время, когда надо время тратить на буржуйки и картошечку теперь. Благодарю, что объясняете нам, что расставляете акценты, и что находите время. Всегда познавательно и важно с вами пообщаться. До новых встреч. Всего доброго, счастливо. До свидания. Игорь Владимирович Липсис, доктор экономических наук, профессор, был вместе со мной Ириной Узловой. Субтитры сделал DimaTorzok